Всем привет, дорогие любители стратегии! Харсфором 4, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей, и сегодня мы поиграем мод на холодную войну. Наша кампания будет начинаться 23 мая 1949 года, поэтому, друзья, желаю всем приятного просмотра. Данная модификация выиграла в сообществе на нашем канале, вот так выглядит мир 1949 года. Играть мы будем за ее Йосифа Виссарионовича Сталина, приемный колени на стаи, стабильность плюс 10%, прирост политической власти плюс 25%. Ну, в общем, генеральный секретар Коммунистической партии Советского Союза, представитель Совета, министр Советского Союза, верховный главнокомандующий Советскими вооруженными силами Йосиф Виссарионович Стали. Ну что ж, друзья, данная модификация очень интересная. Если у вас возникнут вопросы, почему именно в 1949 году мы начали нашу кампанию, ну так потому, что модификация проработана от 1949 до 1973 года, поэтому принимать решения, которые будут происходить в мире, мы будем принимать решения, друзья, и будем стараться создавать альтернативную историю на нашем альтернативном канале. Ну что ж, друзья, начинаем 23 мая 1949 года. Железный занавес. Фокус. Мы избрали себе возвышение заслуг Сталина. Думаю, пока что начнем именно из этого. Возвесить заслуг Сталина, который говорит о том, что наш славный товарищ Йосиф Сталин, а личность невероятного масштаба в ноги в СССР, даже суставлять его наравне с Богом под его взором. Люди живут и умирают, радуются, печалиются, работают. Вот сейчас, смотрите, завершение строительства МГУ. В 1947 году товарищ Сталин лично санкционировал строительство семи небоскребов в Москве, названных в народе как семь сестер. Они были предназначены для того, чтобы показать Западу нашу промышленную мощь. Ну что ж, друзья, спасибо за эту нашему архитектору Льву Грудневу. А как я и сказал, мод является очень проработанной, очень действительно интересен, потому что мы играли на нашем канале за Китайскую Республику. Его сейчас я показываю на экране. Играли мы и воювали против народной свободительной армии. Это одна кампания была самых сложных и трудных, но и одна из самых увлекательных и интересных. Друзья, если кому будет интересно, посмотрите в плейлистах на нашем канале. А также мы играли за Украину в виртуальной реальности, то есть создали Украину и играли там, по-моему, в 1960-х годах. Ну что ж, друзья, кидают нам запрос. Государство КНДР заключает пакт, хочет заключить пакт на нападение с нами. Я принимаю данную инициативу их заключения пакта на нападение. Параллельно с этим мы будем внутреннюю политичную вот такую ситуацию сделать так, чтобы у нас упор происходил на усиление промышленного потенциала Советского Союза. Также будем набор делать разных стрелковых бригад. Ну и реагировать адекватным способом, реагировать на все события, которые будут происходить в виртуальном мире. Свободная фабрика от 130 до 158. Ну, хороша тогда радарная станция. Построим их радарную станцию в Крыму. Посмотрим также, насколько, друзья, наша страна, какой наш, по сути, будет Союз, насколько простирается он на территории Европы. Потому что в будущем у меня вот есть в планах агрессивное расширение Советского Союза, Советского пакта. Вот на данный момент Восточная Европа является под нашим контролем. Это и Польская Республика, Чехословаччина, Венгрия, Румуния, Болгария. В выпускнике 1984 года, 8 июня 1949 года, Джордж Уоррен опубликовал антиутопический роман 1984 года. Действие происходит в далеком 1984 году. Центрое внимание, три мегалитические государства и их постоянная меняющаяся вона друг с другом. Ну, а какая чепуха вот у нас вот такой комментарий. И, по сути, посмотрим, что нам доступно будет за фокусом. Если могут возвысить заслуги Сталина, у нас будут добиты, то тогда у нас появится возможность, друзья, смотрите, наш Советский Союз подрывает представительские реакционные агенты и капиталистические провокаторы. Нам необходимо принять серьезные меры, чтобы очистить их. Ну, давайте проводим 5 дней. Это не так уж и много. Есть множество бафов и дебафов на Советском Союзе потребления пищи. Минус 23. Вот у нас есть плюс. К счастью, голода в нас нету. Отсутствует голод в Советском Союзе. Мы являемся постоянным членом Совбеза ООН. Вот на правах постоянного членства. И очистка реакционеров доступна. А также у нас есть возможность обличить ленинградскую 5-пятую партейку. Давайте 5 дней, думаю, проведем внутреннюю вот такие свои реформы в государстве. Политическая власть изменяется. Плюс 2, 50 тип. Каждый день у нас доступно. Ядерный арсенал производства радиоактивных материалов. Ну, пустой ядерный арсенал. У нас не пустой ядерный арсенал. Решение, которое будет приниматься, сейчас посмотрим, что у нас тут. Внуточные решения. Доступно обличить ленинградскую. Мы обличили. И суд над ленинградскими диссидентами. Ну, это нам даст политическая власть. Плюс 100. Призывая в субботе ленинградское дело. Давайте 5 дней, это не так уж и много. По решениях. У нас также есть украинская пустанская армия. Текущая сила 50%. В текущий выбранный регион Львов. Ликвидировать повстанческую армию Украины. Внедрение сил УПА в регионы Львовы. Атаковать силу УПА в регионы Львовы. Есть у нас украинская пустанская армия. 24 дня газовая атака в газом в регионе Львовы. Все это за политическое решение. Интересно. Достаточно усмотреть, друзья, в 1949 году. Ленинградское дело. Йосиф Сталин долгое время с подозрениями относился к Ленинграду и его советскому руководству. Его давний суперник Григорий Зиновьев имел там упор в власти 20-го года. И Сталин чувствовал, что у ленинградских советов есть желание перенести столицу в политический центр обратно в старую имперскую столицу. После Второй мировой войны это подозрение переросло в паранойю. Блокада Ленинграда сделала руководители города национальными героями. И во время блокада позволила им действовать независимо от директива Сталина. После войны ленинградские лидеры получили большие власти, властных позиций. В центральном правительстве в Москве получили максимальную власть, которую оно имело с момента перехода к власти Сталина. Ну что ж, да здравствует товарищ Сталин, друзья. В любом случае, да здравствует товарищ Сталин. У нас есть возможность пройти антисемитизм, потом у нас распустить ЕАК, суд на еврейской интеллигенции, роль Магадана в управлении ГУЛАГа, очистка мегрелов грузинской компартии и дело врачей-отравителей. Ну а это что такое? Дело врачей-отравителей, 5 дней, антисемитизм. Организованные группы евреев в Сеонистое создают нам немало политических и общественных проблем. Ну а пока данное решение принимать я не буду. Советские вооруженные силы, 5 дней для того, чтобы исполнить. Я все-таки прийму решение Советские вооруженные силы. Будем параллельно с этим укрепляти. И изменения в правительстве. Изменения в правительстве у нас есть возможность. Смотрите, друзья, приоритет экспорт. Гражданская экономика, ограниченный призыв, 1 миллион 46 тысяч, 460 тысяч, точнее, добровольцев. Это достаточно, чтобы начать небольшую локальную войну. Советский Союз, Советская армия, 5 дней. Это даст нам очки опыта. Но пока я это делать не буду. И 5 дней дипломатия железного занавеса. Ну давайте попробуем дипломатию железного занавеса. Наша сфера влияния расширяется и хватает всю Восточную Европу, от Балтийского до Черного моря. У Инстон Черчер, наш бывший союзник, назвал разрыв между нами и Западом железным занавесом. Признаком растущего взрыва между друзьями, признак растущего. Вот сейчас смотрите. Греческая демократическая армия капитулировала конец гражданской войны в Греции. После 3 лет и 6 месяцев боев, почти 50 тысяч убитых, тысяч пропавших без вести, гражданская война в Греции не закончилась. Гражданская война оставила Грецию в руинах, и ее экономика страдает. Теперь должно последовать восстановление лучшей и сильной Греции. Убийства и население наконец-то закончились. А политическая власть у нас увеличится с помощью железного занавеса, друзья. 10 июня 1942 года на дворе у нас есть возможность тут выбрати, исследовать Яльтинскую конференцию и продолжить блокаду Берлина, угодить Западу. Если мы угодим Западу, то с помощью Берлинского воздушного моста американцы продемонстрировали безполезность блокады Западного Берлина и пора уступить и позволить им перебрасывать груз в город. Мы можем уступить, можем угодить. Если мы продолжаем, то американцы и британцы наставят на том, чтобы мы прекратили нашу блокаду Западного Берлина и разрешили свободный проход продукту питания товаров городу. Это ерунда. Мы не уступим в требование капитализма, блокада будет продолжаться. Но что это нам даст? Представить события, Советский Союз продолжает блокаду. Потом у нас есть Германская государственная репарация, закрытие Берлинского воздушного моста. Давайте, наверное, выберем угодить Западу, потому что я не вижу смысла, честно говоря, проводить ту Берлинскую блокаду. Она неэффективна. Или же развитие тяжелой промышленности. 50 дней для того, чтобы развитие, догнать Запад в ядерной гонке. Достаточно интересное советское ядерное испытание, немецкий опыт в ракетустроению, приоритет на электроннице и мечта об индустриальной державе. Ну, достаточно фокусы являются интересными, друзья. Вот следовать Ялтинской конференции. Давайте следовать Ялтинской конференции, потому что помочь греческим коммунистам у нас нет возможности. Они и так, в принципе, победили на территории Греции, хотя нет, не победили. Мы упустили возможность повлиять на завершение войны, гражданской войны, падение Шанхая, после ожесточенной кампании войска НОАЕК победоносно там маршируют по Шанхаю. Головицкая десятка начала тюремного заключения. Ну что ж, Китай пока что нас не интересует. Шанхай пал. Народная освободительная армия тоже, друзья, эффективно сражается против Китайской республики. Есть продолжить блокаду угодить Западу. Ну, надавите на Югославию, отказаться от Турции. Отказаться от Турции. Но я не могу отказаться от Турции. Надавите на Югославию. Давайте надавим на Югославию 20 дней для того, чтобы это все реализировать. Решение, что нам доступно по решениях. Политическая сила УПА 50%. Ну, пока что нормально. 50% политическая сила УПА. Составление цельного списка. Это должно быть выбрано для включения кнопки химического оружия. Ну, давайте создадим цельный список. Плюс ко всему. Оружие массового уничтожения. Выберите белый фосфор. Нихрена себе. Ну, я, наверное, выбираю все, что только что доступно для Советского Союза. Окупация Австрии. Предложить нейтральную Австрию. Создать коммунистическую Австрию. Давайте создадим коммунистическую Австрию. Вот разделение Австрии вместо достижения соглашения Советского Союза создало марионетическое государство в своей австрийской зоне, а Франция, Великобритания и США не. Восточная Австрия освобождена от капитализма. Отправить грузовик в Северный Вьетнам. Пока что я не буду отправлять ничего туда. Строительство. Инфраструктура. Вот разные проекты, доступные играя. Вот смотрите, друзья, за Советский Союз. Это действительно интересный мод, который открывает перед нами великие возможности. Отправить добровольные оборудования для Северного Вьетнама. Ну давайте для Северного Вьетнама мы отправляем. Пускай там будет помощь некоторая. Ликвидировать УПА пока что не буду это делать. Но это доступные такие политические решения, которые у нас есть на данный момент. Что касается надавителя на ее условия, то таким образом маршал Тито и его союзники в условии отказываются интегрироваться в коммунистерин. Несмотря на наше естественное сходство, нам необходимо активизировать наших дипломатов, чтобы указать на них давление. Мы немножко протупили, потому что нужно было помочь греческим коммунистам. Таким образом у нас была бы возможность помочь в восстановлении Греции. Новые границы у Босфора и ультиматум Югославии. Ну а на данный момент у нас только надавите на Югославию, спонсировать компартии Франции и Италии. Это только незначительно увеличить влияние Советского Союза на территорию данных стран, Италии и Франции. Мы надавили на Югославию, но эффекта от этого немного. Йосиф Брозо Кито является коммунистом югославской страны, но вступлять в наш альянс он не хочет. Вот политическое решение как-то такое, спонсировать или же отказаться от Турции. Ну а что это нам даст представление претензий Советского Союза о турецком проливе? Одна из проблем, которые мы пытались наставить на этот вопрос в турецком проливе, потому что владение ими давало бы нам полный доступ к Саразанному морю и океанам за его пределами. Однако это вне нашей сферы, поэтому нам следует отказаться от своих претензий. Потом у нас есть демократический путь к коммунизму, а это к чему? К чему марксист-ленинизм, изменение популярности плюс 5 в таких странах, как Дания, Финляндия и Швейця. Разведка с помощью западных шпионов, приложение блокады Ленинграда, германское государство за репарацией, будет добавлено плюс 2 фабрики, расширение работы. Наша организация пока добилась небольшого успеха, но нам действительно нужно углубить наши связи с восточноевропейскими союзниками. На это Советский Союз, Социалистическая Республика и 6 республик, будет добавлено фабрика, вложение в Чехию и Польшу, помощь восстановлению Балкана, помощь экономике Комифорома, Сталин и Мао, поддержка остальных в Индокитае, Кеврейская война. Но здесь более вот такая агрессивная наша политика будет направленная, но меня интересует Европа в первую очередь. Я бы хотел расширить европейский политический спектр нашего развития, спонсировать компартию Франции и Италии, или же продолжить блокаду. Но она неэффективна продолжить блокаду Берлина, честно говоря, неэффективна угодить Западу с помощью Берлинского. Давайте я все-таки угожу Западу, потому что блокада Берлина, она неэффективна. По своей манере, как мне кажется, это просто пустая трата и ненужное напряжение между Западом и Востоком. Мы отдадим блокаду Берлина мирным путем, потому что я считаю, что союзники и так прекрасно могут помогти Западному Берлину, и поэтому то, что мы будем проводить блокаду, это ни к чему. Закрытие Берлинского воздушного моста – это историческое решение 30 августа 1949 года. Закрытие Берлинского воздушного моста СССР незападно прекратил все наземенные сообщения в Западном Берлине в июне 1948 года, чтобы заставить Другое оккупационное государство выполнить его требования. Результаты Западного Берлина не мог быть снабжен одеждой, медикаментами и даже продовольствием. Так что у стран НАТО возникла блестящая идея не настаивать на агрессивном свете, а организировать воздушный транспорт только через 15 месяцев и высадку 277 264 самолета. Блокада наконец-то закончилась без единого выстрела. Мы могли бы сделать лучше. Ну что ж, германское государство за репарации. Блокада Берлина снята. Это еще одна напряженность снята. Пускай в Берлине люди живут мирной жизнью, нет потребностей терроризировать германский народ. Сталин жив, он будет продолжать свою экспансионную политику. Народно-освободительная армия эффективно выйдет против Китайской республики. Думаю, рано или поздно они капитулируют. У нас что у нас? У нас мы можем нанять агента германских репараций за государственность. Расширяем работу 25 дней СЭВ. Это, наверное, восточного советского комитета. И помощь в установлению Балкана. Вложение в Чехию и Польшу. Помощь экономике комифронта. Сталин, Мао и Ким. Поддержка в остальной в Индокитае. Прямое вмешательство мы можем в Корейскую войну. Или же послать военных советников. Послать пехотное снаряжение. 64-й истребительский корпус. Послать излишки танковых самолетов. Корейское производство. Гарантии выживания Северской Кореи. Или же интеграции Корейского полуострова. Но это что нам даст? Теперь, когда мы победили капиталистов Корейской войны, пора КНД присоединиться к нам и нашим союзникам комифронте. Государство КНД стоит авлианс комифронт. Государство КНД станет маринетичным государством Советского Союза. Но меня это вполне устраивает. Если они станут нашим маринетичным государством. Посмотрим по развитию внутренних решений. Отправите танков северный Вьетнам. Давайте отправляем немножко танков. Пускай там тоже будет дестабильность. Армия УПА 51%. Ликвидировать Украинскую повстанскую армию. Забрать у провинции 1-минетичной скорость дивизии. Израиль. Это меня не интересует. Давайте. Ну что мы можем? Внедрение сил УПА в Львове. Усмешенное упроникновение Украинской повстанческой армии. Один из наших внутренних специалистов. Успешно выдривался УПА. И его информация для нас невероятная цена. Отличная новость. Атаковать силы УПА. Давайте атакуем силы УПА. Неудачный рейд на Украинскую повстанческую армию. УПА знало, что мы идем, они либо эвакуировали свои объекты, составив ловушку, или же тому подобное. Но 51% поддержки у них все-таки есть. Украинской повстанческой армии. Потом у нас уставление целевого списка. Составляем. Ну, хотя мы уже и так его составляли. Целевой список. Отправляем. Ну, тут по решениях у нас все доступно. Политическое было состояние среднего расхода. У нас малые расходы. Давайте увеличиваем. Содержание армии. Базовая структура. Тоже увеличиваем данное содержание армии. Расширить работу мы провели по фокусам. И вложение в Чехию, в Польшу помощь в установлению Балкан. Балкани были дома для одних из самых ожесточенных партизанских боев за прошедшую войну. В результате чего инфраструктура там разрушена. Ее нужно перестраивать. Ну, что ж, Советский Союз помогает Балканам. У нас проблема нехватки рабочей силы. Странно, что у нас вот такая проблема. Статус Советского Сильского хозяйства. Коммунистическая партия Советского Союза. Терпимость духовенства. И посмотрим марксизм, ленинизм. Посмотрим конструктор танков. Выбираем себе конструктор танков. Пехотное снаряжение. У нас есть политическая власть, которая также увеличивается. Каждый день на 2 очка, на 2%. Помощь экономицей коми в фронте. Ну, Балканам мы помогли вложению в Чехию. То же самое. 10 дней для того, чтобы это все реализировать. Пока что смотрим, что наш Альянс мы надавили на Югославию. Но Югославия не готова принять требования Советского Союза. Для вступления в наш Альянс. Но по фокусам можно сказать, что тут особого развития такого большого и нет. Мы можем сделать анти-сионизм. Но это что нам? До сутной еврейской интеллигенции. Распустить ЭАГЭК. Дело врачей-отравителей. Но это не интересно. Можем увеличить Советскую Армию. Параллельно с этим там будет у нас, наверное, опыт и технологии, которые нам доступны. Советский флот, Советская Армия. Ну, базовые вот такие у нас, по сути, друзья, фокусы. Наверное, если мы выполним, то их будет куда больше. По производству. Вот убийство Ким Гу. Это тоже нам не интересно. Следовать Яльтинской конференции. Спонсировать Компартию Франции и Италии. Ну, выполнили мы это. Развитие тяжелой промышленности. Восстановить Украину. Ну, 50 дней. Давайте посмотрим, насколько мы можем развинуть тяжелые промышленности. Вложение в Балтику. Восстановить Украину. Восстановить сельское хозяйство Украины. Восстановить разрушенные дампы. Завершить Волоградский канал. А соединить Советский Союз. Ну, а это что нам даст? Чтобы завершить наши новые промышленные увлечения, усовершенствование с архитектурой, мы должны создать обширную систему дорог и автомагестрии, которые соединяют нашу огромную страну. От Ленинграда на Балтике до Севастополя на Черноморье. А теперь уже понятненько. Мечта об индустриальной державе. Приоритет на электроннице. Немецкий военный опыт в ракутостроении догнать запад в ядерной гонке. Это нам даст возможность советское ядерное испытание. На это нужно сделать ядерная энергетика, как вооруженная и так и мирная будет одним из решающих факторов в предстоящей борьбе за выживание. И мы не можем позволить себе остаться позади Запада в этой гонке. 50 дней для того, чтобы развить тяжелую промышленность. Это даст нам военные фабрики. Хорошо и прекрасно. Но потом у нас есть возможность надавить. Мы пока что разведка с помощью западных шпионов. Будет полученный модификатор расширения деятельности спецслужб. Варианты вербовка плюс 2 ячейки. И политическая власть плюс 100 очков. Не интересно пока что вложение в Чехию даст нам возможность фабрики. Это тоже не интересно, хотя мы уже выполнили помощь экономики Комиформа. Члены Комиформа наши союзники, которые потенциально могут стать частью нашей Советской Родины. Мы до сих пор не установились после войны, поэтому нам понадобятся их ресурсы и промышленность. Но как только мы наберем в экономическом мощи, то обязательно займемся их экономикой, что не сумеет сделать наши западные границы и Европы безопаснее. А Советской Союзной Администрации будет получение идеи Паула Вейбера и отношения будут портиться, вот насколько я понял, с нашими Комиформами. Но развитие тяжелой промышленности 25 дней для этого, чтобы все сделать. Друзья, думаю, что у нас только первый выпуск будет посвящен как раз не монтажику, потому что другой выпуск мы уже будем делать с упором на монтажик. Так как, как и всегда, новая компания интересна тем, чтобы посмотреть, почитать, понаблюдать за всеми происходящими событиями, которые будут происходить в виртуальном мире, что, соответственно, у нас и есть. Мы прожили только практически один год, 1949 год, за этот небольшой год нам удалось достаточно многое, но, как таковых, вот мы являемся ядерной державой, оружие массового уничтожения, это пяточка. Ловер. Но что оно означает? Понизить уровень, чтобы пустить готовность военных сил. А текущий запас 10 ядерных бомб. Вот, смотрите, у нас даже есть 10 ядерных бомб. Мне даже было бы интересно начать ядерную войну. Но пока что не будем это делать. Давайте посмотрим, что у нас есть в Организации Объединенных Наций. Мы можем выбрать резолюцию, нарушение права человека, обсудить колониализм, держание, сдерживание влияния, заморожение активов, санкции для видных деятелей, торговые санкции, запрет на торговлю. Ну, а давайте попробуем обсудить колониализм. Выбрали мы резолюцию, наверное, да, обсудить колониализм. Выбор, вот такие страны, как Великая Британия, отправить предложение. И проходят, соответственно, голосование. Вот смотрите, вот такое голосование у нас происходит. 4 голоса за, 21 против и 30 удержалось. Вот из тех стран. У нас всего-навсего 5 стран, вот такие даже как Китайская, наверное, и Республика. 5 главных участников Организации Объединенных Наций. Но не густо, друзья, честно говорю, скажу вам, дипломатичным путем по ООН что-то добиваться. Но, тем не менее, сколько у нас, 52% поддержки тут есть, атаковать силы, бомбить повстанцев с воздуха. Давайте успешная бомбардировка украинской повстанческой армии, что дало нам возможность до 44 уменьшить их влияние и провели успешное развитие тяжелой промышленности. Очень интересный мод, друзья. Интересная политика за Советский Союз. Вот тут у нас даже есть ракеты, космичные даже исследования аппарата. Это все исследовано, исследовано, 200 дней. Нержавеющая сталь. И ракета на гибридном топливе. Ну, давайте сделаем упор на гибридное топливо. По фокусам догнаты запад, 75 дней для этого, чтобы догнаты. Но это слишком долго. 75 дней восстановления Украины. Тоже слишком долго. Давайте попробуем помохты коминоформе. Или как он там называется у них? Коминформа. Опять дней для того, чтобы коминформ был. Сталин, Мао и Ким. Британские, к сожалению, не переведено. Академия общественных наук и развития. Прекрасно. Сейчас посмотрим, что у нас далее. Можем досягти по фокусам. Какие политические решения. Помощь. Помощь мы сделали. Сталин, Мао и Ким. Мао и Ким Ир Сен. Наш главный союзник в борьбе за коммунизм на Дальнем Востоке. Нам необходимо укрепить наши связи. Ну, давайте укрепляем наши связи с Мао и Ким Ир Сеном. Или же там кандерским лидером Ким Ир Сун. Таким образом, китайская народная освободительная армия практически выигрывает войну на территории Китая. Стабильность. Устаревшая инфраструктура. Но работы, честно говоря, за Советский Союз предостаточно. Предостаточно, друзья, работы. Поддержка в останнем Винду Китая. Корейный индоземийский народ устал против голландских империалистов. Наш долг поддержать их. Демократическая республика Вьетнам. Будет добавлено не карты, 2 фабрики, 2 военных завода. А потом у нас даже начинается Корейская война через 50 дней. Корея война. Смотрите, друзья. Это все можно и доступно по фокусу. Но что это нам даст? В Корее война Ким Ир Сен и ее армия пересекла 38-ю параллель и наносит удар вглубь Южной Кореи. У нас всего два варианта. Подождать и посмотреть, что произойдет. Или сыграть более активную роль в обеспечении победы сервера. Ну, а я планирую прямое вмешательство во внутренние корейские дела, потому что я бы хотел, чтобы Корея была прокоммунистичная. К тому же Народная освободительная армия тоже победит на территории Восточной Азии, на территории Китая. И укрепление нашего альянса как-никак будет кстати. Итак, давайте построим новые верфи. Укрепим военно-вооруженные силы и военно-морские силы наши. Поддержка постанцев в Виндокитае. Иордания принимает юриданский динар. И что у нас? Ну, корейская война не началась. Вот должна она начаться. Пока что данный фокус недоступный нам. Придется отказаться от Турции. Но это не хотел бы я этого делать. Вообще не хотел бы отказываться от Турции. Но другого выхода нет. Нужно было действительно помочь греческим коммунистам. Пока была вот такая возможность. Ладно, друзьяки. 4 января 1950 года Сталин еще жив. Наша кампания только-только что началась. За один год мы смогли вникнуть в политическую систему, которая воцарилася в период 49-50 года. Я, конечно же, надеюсь, что мы продолжим по вашей инициативе кампанию, которая вот называется Советский Союз, потому что тут есть чем заняться. В будущем у нас, возможно, будет и Корейская война, и Вьетнамская война. Вы прекрасно знаете, как сложилась ситуация с реальной складовой и на территории КНДР, и на территории Вьетнама. Что происходило в Европе? Мы хоть и сняли блокаду Берлина, потому что или же я недобре понял эффективность блокады Берлина, или же действительно по фокусу она ни за что не отвечает. В любом случае, друзья, спасибо за просмотр, за то, что мы действительно начали данную кампанию. Мне самому интересно поиграть за Советский Союз, пока жив Сталин. Он где-то там в 1954-1956 году умрет, погибнет или же там его убьют. Тем не менее, это даст нам возможность изменить и построить новую альтернативную реальность во времена только-только начала Холодной войны. Отказываемся от Турции, посмотрим, что это нам даст. 120 дней для того, чтобы демократический путь к коммунизму. Вместо того, чтобы заставить наших соседей демократов на Северо-Востоке присоединиться к нам, мы должны следовать демократическому пункту. Хорошо. Предстановлено претензии Советского Союза к турецкому проливу. Российская империя и Советский Союз были стратегическими заинтересоваными в обеспечении контроля над турецким проливом. Контроль пролива Рожебной державы грозит блокадой Черного моря Советского Турого военного флота. В 1936 году концепция Монтре постановила, что пролив будет находиться под руководством Турции. И только корабли из стран, ограничивающих Черного моря, могут использовать его после Второй мировой войны. Советы приводили параметры, примеры суходоходства стран ОСИ из Германии. Ну, шаг мира у нас достигнутый, к сожалению или же к несчастью. Мы отказались от пролива, но хотя по фокусах я бы не отказывался от данного пролива. Тут у нас есть Босфорский пролив, но тем не менее. Ладно, друзьяки, в любом случае, спасибо за просмотр. До свидания, до новых встреч. Надеюсь, что данный видеоролик вам понравился. Если да, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Следующий видосик будет уже спонтажиком. Все, конечно же, зависит от вас. Спасибо за внимание и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok